Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. С 25 сентября по 1 октября в Республике пройдет неделя ответственного отношения к сердцу. И сегодня главный врач Республиканского общественного здоровья и медицинской профилактики Инвер Байчоров расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о факторах риска для заболеваний сердца и методах профилактики. Доброе утро всем. Доброе утро, Инвер Музафирович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что у нас в Республике будет проходить неделя ответственного отношения к сердцу. И, конечно, мой вопрос первый к вам прозвучит так. Каковы факторы развития заболеваний сердца? Сердце, как известно, у нас самый главный орган, который отвечает у нас за все. То есть благодаря сердцу у нас работают все остальные органы и системы, потому что сердце в своей деятельности сокращается, выбрасывает кровь в аорту, а из аорта она по всем остальным артериям доходит до мельчайших, как бы до всех наших органов систем. Поэтому понятно, что чтобы сердце работало как можно дольше, чтобы у нас было здоровое и активное долголетие, нужно беречь свое сердце, беречь его с молодого. Поэтому как бы объявлено Министерством здравоохранения Российской Федерации неделя ответственного отношения к своему сердцу. Ну, что такое ответственное отношение к своему сердцу? Это исключение факторов риска развития синишно-сосудистых заболеваний. Какие это факторы? Ну, это факторы общеизвестные. В первую очередь это курение. Ну, дальше это алкоголь. То есть, отрицательное воздействие на все форменные элементы крови, то есть, способствует тромбообразованию, разрушению эритроцитов. То есть, ну, всем известно, я тут уже не буду говорить, что этанол – это яд, яд, который воздействует на все органы системы, но в первую очередь, конечно, подвержена этому сидящая сосудистая система сердца. Затем употребление жирной пищи, то есть, неправильное питание. То есть, холестерин, который у нас есть в жирной пище, он откладывается на стенках сосудов и тем самым препятствует нормальному кровотоку и приводит к образованию тромбов. Ну, и, естественно, самое главное еще, что можем сказать, это ведение здорового образа жизни. Не только то, что касается исключения факторов риска, но и правильное питание, режим сна и отдыха, и физическая активность. Наверное, на этих факторах надо отдельно остановиться. Что наиболее важно для того, чтобы сбери сердце? Это физическая активность. То есть, ну, физическая активность, мы говорим, как бы в любом возрасте это полезно, но если у вас есть какие-то проблемы с сердцем, конечно, естественно, надо сначала проконсультироваться с своим лечащим врачом, с терапевтом, а если есть необходимость, то и с кардиологом. Чтобы подобрать необходимую для вас, но в то же время безопасную систему физических нагрузок и физической активности. То есть, ну, для обычного, как бы, нормального взрослого человека не менее 10 тысяч шагов в день. То есть, это шаг у всех по-разному, но это получается от 5 до 7 до 8 километров в день пройтись пешком. Движение – это жизнь. В общем, подводя итоги, можно сказать о том, что в первую очередь, чтобы сохранить свое сердце, надо о нем заботиться с молодостью, отказаться от вредных привычек и физические нагрузки. Физические нагрузки, правильное питание, да, и режим сна и отдыха. То есть, стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время, чтобы у вас был нормальный глубокий сон не менее 8 часов. А для этого, чтобы был такой сон, как раз можно сделать вечернюю прогулку и добрать вот те километры или шаги, которые вы не добрали в течение дня. То есть, как бы, эти правила простые, но они очень действенные, они от этого не становятся менее актуальными. Ну что же, я благодарю вас за такую полезную информацию. Желаю вам успехов в работе и благодарю за участие в нашей программе. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи.